Вакцина и вакцинация Вакцина и вакцинации 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 с разным анамнезом. Это дети... Это хорошо, если ребенок здоров. Здесь особо выбирать, какими препаратами готовить, нам нет необходимости. Но есть дети, которые имеют довольно-таки серьезные неврологические заболевания. Да, вот если у ребенка хроническое заболевание, стоит ли ему вообще делать какие-то необыкновенные прививки? Вот если у ребенка уже есть какой-то хронический заболевание? Здесь вопрос, наверное, следует поставить по-другому. Но каким образом ребенок отреагирует на вакцину? А здесь известно, что через, возможно, через температуру, через некоторые неблагоприятные явления, но мы создаем иммунитет. И как ребенок с этим тяжелым неврологическим заболеванием отреагирует на истинное заболевание? Ведь для того, чтобы вылечить ребенка, потребуется огромное количество лекарственных средств, которые не менее грозно имеют химическую структуру и по своим побочным действиям, я думаю, даже могут перекрыть те последствия, которые может вызвать прививка. Вы сейчас сказали, что на небольшое повышение температуры, некую нервозность, реагировать не стоит, что это нормальная реакция. Чем все-таки отличается реакция на вакцинацию от осложнения? Как родителям вовремя? Поскольку какой-то процент осложнений все-таки бывает, как нужно вовремя отреагировать, что должно сразу же насторожить? Ну вот мне хотелось бы только сказать, что мы должны четко здесь разделять два понятия. Поствакцинальная реакция, которая, в принципе, чаще всего предполагает физиологические процессы в организме, о которых и говорил Фарид Альшатович. Это повышение температуры, это болезненность, это капризность, ребенок чувствует в себя дискомфорт. То есть они проходят абсолютно без, ну скажем так, все-таки безвредно для организма ребенка, не оставляя никаких последствий. А есть другое понятие – поствакцинальное осложнение. Это уже не реакции, это вот именно стойкие, скажем так, заболевания или симптомы, которые развиваются после вакцинации. Но вот я хотела бы отметить, что действительно очень часто бывает и температурка, которую мы купируем жаропонижающими препаратами, еще что-то. Но вот поствакцинальных осложнений в 2014 году официально зарегистрировано 242 случая на всю Российскую Федерацию. Всего 242 случая. То есть и чаще всего это бывает по какой причине? Ну скажем так, какие-то нарушаются правила транспортировки, могут быть нарушены правила вакцинации, что тоже, к сожалению, бывает. И может быть даже, ну скажем так, врач-то все-таки, я считаю, редко может проигнорировать показания или противопоказания к вакцинации. Иногда это делают даже родители. Вот тогда может действительно достаточно серьезное постинфекционное осложнение возникнуть. Но что же мне как маме надо знать? Что я должна проверить, когда моему ребенку делают прививку? На что я должна обратить внимание в первую очередь? Катюш, ну вот смотрите, все-таки вы наблюдаетесь, да? Вы уже у вас ребенку год. То есть вы в течение первого года прошли осмотр массы специалистов. У вас был и невролог, и окулист, и ортопед, да? И вам делали ЭКГ, и вам делали несколько раз. Это все согласно приказу. В течение первого года жизни проводится масса всех исследований. Поэтому, в общем-то, конечно, за этот год какие-то заболевания у вас должны быть уже не просто они выявлены, но уже должны быть в какой-то степени пролечены. Если у вас таких заболеваний, слава богу, нет, то, в общем-то, специально готовиться к прививке не нужно. Единственное, что, ну какие-то такие вот общие требования. То есть ребенок не должен накануне вакцинации, скажем так, контактировать с инфекционными больными, безусловно. То есть родители, которые идут на вакцинацию к Фариду Решатовичу, они должны знать, что в семье у нас никто не болеет. И, да, это во-первых. Хотел бы отметиться. У меня первый вопрос. Нет ли у вас температуры? Самое легкое дома измерить у ребенка температуру тела. И то есть вы приходите на вакцинацию с уже более-менее осознанным здоровым ребенком. Абсолютно верно, да. То есть самое главное требование – ребенок должен быть здоров. Если родитель насторожила что-то в поведении ребенка, то нужно обязательно сказать об этом врачу и разобраться для того, чтобы не нанести вред малышу. Ну и завершая, наверное, уже нашу программу, давайте все-таки подведем итог вот каким образом. Мы говорили о том, что, слава богу, у нас сейчас нет полиомиелита, нет дифтерии, нет еще каких-то заболеваний. Нет, эпидемии, да, скажем так. Но это не значит, что нет и не может быть никогда. Во-первых, я попрошу нашего режиссера показать несколько… Вот скажите, вот это оспа, насколько я понимаю. Это натуральная оспа. То есть это то, что может быть на самом деле, если такие заболевания все-таки… Вы знаете, слава богу, в 60-х годах мы с натуральной оспой уже распрощались. И другие тоже, пожалуйста, нам сразу уже покажите все. Вот полиомиелит. Ну это вот, пожалуйста, полиомиелит. То есть, в принципе, после полиомиелита считается, каждые 30% детей имеют какие-то инвалидизирующие заболевания, скажем так, вы видите, насколько они серьезные. То есть это дети-инвалиды. Ну, то есть вот это, в принципе, то, что может быть, если не защищаться никаким образом от этих заболеваний. Ну а если все-таки просто изменить санитарно-эпидемиологические условия, жить в полной стерильности… А это разве возможно? У нас родители сейчас очень современные. Они, ведь вы же сами понимаете, они не просто не хотят сидеть дома со своими детьми, как я раньше… Они стараются как можно быстрее ребенка адаптировать к детскому садику. Правильно ведь, Валерий Трешатович? Когда я раньше говорила, что еще во времена Пушкина лицей отдавали 10, 11, 12 лет, а до этого было домашнее воспитание и образование, боже мой, нам же нужно уже ребенка отдать как можно раньше. И поэтому, ну, кроме детского сада, они хотят ходить с детьми по различным центрам, скажем так, торговым центрам. Они хотят с детьми посещать в кино. Они хотят ездить к родственникам. Они хотят путешествовать. Ведь для нас сейчас, ну, вот не такой вот прям случай, когда с ребенком грудного возраста едут куда-то за границу, правда? Абсолютно верно. То есть родители хотят общаться, скажем так, и своего ребенка таким образом подвергать, ну, скажем так, контакту и, соответственно, риску заболеваний. Правильно? Ну, одним словом, если мы с Екатериной правильно вас поняли, то мнение ваше не имеет альтернативы, защищаться все-таки нужно. И, как говорится, подстелить соломку лучше заранее, нежели потом падать. Абсолютно верно. В этом месте. Потому как все-таки, имея защиту, вы меньше потратите сил даже на сопротивление, нежели на лечение данного заболевания. Екатерина, ну что, как будем жить дальше все-таки? Будем делать прививки, но будем обязательно предварительно консультироваться. Получать максимум информации. Приходите к нам. Спасибо за консультацию. Для получения реальной картины очень важно правильно соотнести риск вакцинации с риском отказа от прививки. Вот, например, достоверно известно, что риск смертельных исходов при АКДС составляет примерно 0,2 случая на 100 тысяч. И если бы по какой-то причине массовая вакцинация АКДС прекратилась бы, то только от одного коклюша умирало бы около 4 тысяч из 100 тысяч заболевших. Подобное соотношение риска сохраняется и в случае всех остальных инфекций и прививок против них. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова